Юра Круми Менее чем через месяц после открытия Мачу-Пикчу, Хайрам Бинкхем отправился на поиски Виткаса, последней столицы Инков. В регионе Вилкобамба, среди множества руин других поселений, он нашел этот город. И в ходе экспедиции узнал также, что неподалеку от Виткаса есть очень примечательное место – большая изрезанная скала над источником, известная как Оракул Инки. У инков многие скалы, источники пещеры и даже отдельные камни наделялись магическими свойствами и были святынями – Уака. Такой святыней, по одному из определений, у них могла быть любая материальная вещь, которая проявляет сверхчеловеческое. Но Оракул Инки был нерядовым у Ака. В свое время там совершались все важные обряды и давались пророчества. Как записал хронист Антонио Далакаланчо, камень там находится над водным источником, и туземцы поклоняются воде, как чему-то божественному. Белый демон отвечает им из камня, и иногда его можно даже увидеть. Спустя годы Бенхен так вспоминал свое прибытие на это место. «Поздним вечером 9 августа 1911 года я увидел его впервые. Со всех сторон поднимались густо заросшие лесом холмы. Не было видно ни одной птицы, почти не слышно ни звука. Это было идеальное место для практики мистических церемоний древнего культа. Замечательный внешний вид этого огромного валуна и темного пруда под его тенью сделали его местом поклонения. На следующий день, когда заросли были немного расчищены, перед Бенхеном открылись террасы с остатками инских сооружений. В ясне обрисовался и сам Юрак Руми «Белая скала» в переводе с языка кечуа. Однако дальнейшее изучение объекта решено было отложить. Земля с восточной и южной сторон от скалы оказалась сильно заболочена. Бенхен вернулся сюда в следующем, в 1912 году. Он осушил заболоченный участок и провел небольшие раскопки. А затем, оставив большую часть этого места в нетронутом виде, снова возвратился в Мачу-Пикчу. О том, как и почему было разрушено это святилище, известно достаточно подробно. Тот же Антонио Далакаланчо собрал в своих хрониках свидетельство очевидцев тех событий. В период с 1536 по 1572 год Юрак Руми был местом, где инки, тогда все еще имевшие силы сопротивляться испанцам, проводили все основные ритуалы. В 1568 году правящий тогда инка Титу Куси Юпанки пригласил двух священников, августинианцев, Маркоса Гарсия и Диего Ортиса, установить в регионе Вилкобамба христианскую миссию. Многие крещенные ими индейцы, однако вскоре устрашились своего вероотступничества и стали говорить о проклятии белого демона, обитавшего в Юрак Руми. Тогда, в феврале 1570 года, миссионеры собрали несколько верных людей, приказали им заготовить дрова и двинулись к Юрак Руми. После проведенного обряда экзорцизма, строения на территории святилища были сожжены. Когда Гарсия и Ортис вернулись в миссию, на них накинулась разъярена толпа, так что их пришлось спасать. Инки почти сразу взялись восстанавливать святилище и повторно его осветили. Но всего через два года, в 1572 году, когда испанские войска прошлись по региону, уничтожая остатки их независимого государства, храмовый комплекс был заново сожжен и разрушен уже окончательно. Эта история, к сожалению, очень типична для своего времени и дает полное представление, как и почему исчезло святилище Юрак Руми. А вот о том, когда оно появилось, кто и как его делал, известно гораздо меньше. Остается и вопрос, что именно послужило его первоосновой, и как оно выглядело в начале своего существования. Юрак Руми располагается в 40 километрах от Мачу-Пикчу, на высоте примерно 3000 метров над уровнем моря, в широком ущелье, дно которого расчищено и террасировано. Это относительно небольшой комплекс, со сторонами всего 40 на 60 метров. Немного, но это именно комплекс. И в нем, так же как во многих других местах, без труда определяется, что при его создании применялись несколько разных строительных технологий. Остатки сооружений из мелкого природного камня на земляном растворе говорят, что здесь когда-то стояли индские постройки. Были крыши из тростника и соломы. Об этом свидетельствуют результаты проведенных раскопок. Были деревянные двери. Найдены обугленные их остатки. По всем признакам, это были постройки, но достаточно поздние. Их авторство определяется вполне надежно. Главное, что характеризует эту группу объектов, в них нет и признака виртуозной и тщательной обработки камня. Но такие признаки есть у Белой скалы и у множества других объектов на территории святилища. Очевидно, что они делали с кем-то другим. Теми, кто с камнем умел обращаться мастерски. Базовая часть комплекса имела компактную и довольно сложную структуру. Он расположен на склоне, который разделен на четыре террасы. В центре находится скала Юрокруми, из-под которой выходит источник. Это цельное обнажение белого гранита, уплощенное со слегка приподнятой вершиной. Высота скалы 7 с лишним метров. Длина почти 19. При взгляде сверху у нее неправильные очертания. Каждая ее сторона оформлена по-разному. С западной диагональный откос. С северо-западная сторона отвесная. Ее высота более 7 метров. И здесь присутствуют ступенчатые конфигурации и ряды больших боссов. С северная сторона выполнена в виде сложного комплекса конфигураций. На южной и сверху на скале множество ступенчатых конфигураций и конфигураций типа кресла, которые сделаны очень тщательно. С вершины скалы к краю тянется канавка. Ее грубое исполнение резко контрастирует с правильными и выглаженными формами ступеней и кресел, которые расположены рядом. Считается, что она сделана индейцами и по ней стекала жертвенная чича. Или кровь лам, которых инки могли приносить в жертву. Судя по ее качеству, это вполне возможно. С западной стороны скалы находится панель из хорошо подогнанных блоков. Такая конструкция нигде более не встречается. Четыре гранитных блока с квадратными деталями на них расположены в ряд и уходят под основание скалы. С противоположной стороны к скале примыкает терраса с облицовкой из обработанных камней. На некотором отдалении есть несколько групп отформатированных скальных обнажений размером поменьше. Здесь конфигурации сделаны уже не так тщательно. Пропорции сторон на выступах и выемках строго не соблюдаются, но сложность и виртуозность их исполнения тоже впечатляет. К северу от скалы, у основания большой террасы, есть еще один источник. Обильнее, чем тот, что исходит из-под Юрак-Руми. Вода из него поступает к водостоку, у которого сохранилось много элементов, характерных для так называемых фонтанов в полигональных комплексах. В данном случае в верхнем блоке водостока сделаны два желоба с прямоугольным сечением. Далее вода сбрасывается вниз в долину. Встречаются здесь и хорошо обработанные гранитные блоки. Часть их, похоже, стоит на своих родных местах, но это совсем небольшие фрагменты прежних кладок. Большинство разбросаны в беспорядке. Судя по всему, некогда здесь были еще и какие-то полигональные сооружения. А Т-образные выемки под стяжки говорят, что кладки в них могли быть достаточно серьезными. Когда и почему исчезли эти сооружения, точных данных нет. Невозможно сказать также, в каком состоянии они пребывали, когда строительством здесь занялись инки. Чтобы выяснить, что собой представляли эти объекты, сколько их было и где они стояли, нужны систематические исследования на месте. Похоже, однако, что инкам ничто не мешало заниматься строительством на территории святилища. Лишь некоторые полигональные блоки они включили в свои конструкции. Точно так же, как делалось это и в других местах. Например, совсем неподалеку отсюда, в Виткасе. Блоков сейчас осталось мало. Куда они исчезли, между тем, может решаться просто. Их могли растащить, когда комплекс уже был разрушен. Точно так же растаскивали тогда полигональные сооружения и в других местах. Их качество привлекало многих. Исследования и раскопки в Иеракруме проводились неоднократно. В 2008 и 2009 годах Бауэр и Араос Силва провели серьезные полевые работы. В их ходе были раскопаны обрушенные стены инских строений, детали обгоревших обрешеток и опоры крыш. Нашлись даже обугленные остатки соломенного накрытия и фрагменты веревок, которыми оно крепилось. Были найдены остатки дверей и возле них железные гвозди, короткие, с широкими шляпками, явно испанского формата. А так же много черепков инской керамики и даже часть бронзового оружия, похожего на алибарту. Все это очень важно и интересно. Немаловажную информацию дают так же и слои гранитного гравия, которые скрыты в толщах насыпей и под поваленными стенами инских строений. Обнаружены были два вида слоев гравия. Одни состоят из гравия крупного, с фракциями от 3 до 6 см и более. Такие имеют разную степень плотности и утрамбовки. Внутри здания их не обнаружено. И все данные говорят, что располагались они когда-то на поверхности. Иными словами, инки засыпали гравием площадки и делали из него дорожки. Что позволяло с относительным комфортом перемещаться по комплексу даже в дождливые периоды. Есть и следы обновления этих слоев. Это означает, что в случае необходимости гравий подсыпали снова. Но в двух раскопах из 14 гравийные слои оказались совсем другого типа. Их толщина до 2 см и менее. И гранит в них сильно измельчен. В одном случае слой двойной и находится на глубине более полуметра под толстыми слоями почвы, гумуса и переотложений. Ниже него полуметровая толща естественного грунта. В другом случае глубина залегания меньше 20-30 см. Он одинарный и под ним толстый слой засыпки, который обычно употреблялась при сооружении террас. Их расположение показывает, что они появились, когда террасы уже существовали. Ясно, что это не дорожки из щебня. В этом качестве они использоваться не могли. Соответственные причины их появления должны были быть другими. Данные раскопок, между тем, позволяют предположить следующий порядок формирования комплекса. Сначала в этом месте существовали природные артефакты, выходы гранита с источником, который сочился из-под белой скалы. Затем появились террасы. Во время их создания или сразу затем на скальных выходах были сделаны необходимые конфигурации. В это же время были созданы какие-то полигональные сооружения. Тонкие слои сильно измельченного гранита, судя по их размещению, должны были отложиться в толще насыпей в тот начальный период. Но связывать их появление непосредственно с изготовлением конфигурации на скальных выходах тоже нельзя. В этом случае рядом с ними регулярно наблюдались бы такие же или очень похожие слои. Но в раскопе, который был сделан в непосредственной близости от одного из конфигурированных выступов, ничего подобного нет. Отходы в виде сильно измельченного гранита могли получиться еще в одном случае. При обработке блоков. И можно предположить, что они образовались в местах, где могли подготавливаться блоки для полигональных сооружений. Таким образом, очевидно, что какое-то время Юра Круми существовал в виде полигонального комплекса. В нем были конфигурированы скальные выходы и источники воды. И полигональные сооружения. Дорожек из грабия не было. Затем, через какое-то время, последовал второй этап. Территория комплекса была застроена инками. Появились дома с крышами. Появились площадки, дорожки из грабия между ними. Кое-что из полигональных блоков было использовано повторно. И полигональный комплекс превратился в святилище. Назначение Юра Круми всегда считалось более-менее определенным. Храмовый комплекс в святилище инков. Считается, что в таком качестве он создавался, в этом же качестве и существовал всегда. Есть и небольшие вариации этой версии. Например, чешская экспедиция в 2005 году, исследовав комплекс, пришла к выводу, что инки были сведущи в астрономии. И белая скала была ими преобразована в некий точный астрономический прибор. Своего рода гномон. Другая вариация предполагает нечто совершенно противоположное и достаточно паразаичное. Что ступенчатые конфигурации и боссы на поверхности отвесной стены являются деталями, которые позволяли крепить опоры для крыши к какой-то пристройке из легкого материала. Как всегда, во всех этих случаях исходным посылом является, что инки были искусными камнерезами и знатоками полигональной технологии. Однако вполне очевидно, что инки и в быту, и при постройке резиденций для правителей, как, например, в Мачу-Пикчу на месте бывшего полигонального комплекса, использовали совсем другую технологию. Они работали с грубообработанным или совсем необработанным камнем. Их кладки нередко скреплены раствором. И многие детали в их строениях – лишь грубое подражание тому, что является визитной карточкой полигональных сооружений. Например, трапециевидные проемы и ниши были в полигональных сооружениях не самоцелью, а следствием самой полигональной технологии. И разница между оригиналом и его приблизительной копией в таких случаях очень красноречива. Инкские строения повторяют только внешне характерные некоторые элементы полигональных сооружений. Повторяют, к тому же, без понимания их сути и поэтому грубо, без соблюдения необходимых деталей. Единственное, что в этом случае можно поставить инкам в заслугу – это их трудолюбие и целеустремленность. Благодаря им и были созданы тысячи грандиозных объектов из необработанного камня, многочисленные террасы, сооружения религиозного, военного и хозяйственного назначения. То, что во времена инков Юрак Руми был святилищем, сомнений действительно не вызывает. Этому есть и прямые свидетельства, сохранившиеся фрагменты инских строений. Тоже подтверждает и радиоуглеродное датирование. Обгоревшие остатки обрешетки и опор крыш, а также и самих соломенных крыш, дали результат, который указывает на дату около 1400 года н.э., что совпадает с периодом роста империи инков. Но чем он был до того? До инков. Как долго существовал в этом статусе? Были ли у него периоды большей и меньшей активности? И как долго они длились? Ответить на эти вопросы можно было бы, имея данные о возрасте тонких гравийных слоев, как возможных свидетелей подготовки полигональных элементов. Попытка установить время их появления с помощью радиоуглеродного метода дала почти тот же результат, что у обгоревших частей инских строений. Но они не могли сооружаться одновременно. К тому же и способ, который избрали для его определения, вызывает вопросы и сомнения. Возраст этих слоев вряд ли может совпадать с возрастом сопутствующих им углерод-содержащих примесей, попавших туда в условиях столь интенсивных переотложений. В Юрокруме большинство компонентов представляли собой отформатированные варианты природного окружения. Инки, осваивая комплекс, явно встраивались в уже существовавшую его композицию. Они хорошо постарались, подновили водовод, вдохнули новую жизнь в оставшиеся части полигональных сооружений, приспособив их под свои нужды. Точно такую же картину мы видим везде, где они в меру сил, возможностей и умения реконструировали и достраивали полигональные сооружения. В Юрокруме, однако, просматриваются и некоторые специфические черты такой кооперации. Группа объектов с полигональными признаками выступает здесь как ключевой, базовый и вдобавок активный компонент. А инкские строения оказываются вторичными по отношению к ним, на вспомогательных ролях. Главное их назначение здесь поддерживать активное состояние базовой группы объектов. И этот момент стоит отметить особо, поскольку он не часто встречается и в данном случае достаточно хорошо обозначен. Объект этот, благодаря инкам, был действующим до середины 16 века. Он, судя по всему, все это время продолжал работать по прямому своему назначению. Похоже, именно это и давало почву для рассказов о белых демонах, которые отвечали из камня, и которых иногда можно было даже видеть. Продолжение следует...